Воскресенье Сегодня неделя всех святых, и все наши святые собраны вместе, вместе радуются в Царстве Небесном, радуются, что мы были крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа и носим имя одного или одной из них. Воскресенье Святая Церковь всегда в первое воскресенье после праздника Святой Троицы, в сошествии Святого Духа на апостолов, празднует неделю всех святых. Чтобы показать, подчеркнуть, напомнить нам о том, на что человек способен, приняв святое крещение, приняв благодать Святого Духа, исполнив заповеди и повеления Господа в своей временной земной жизни. До каких высот человек может дойти благодаря всему, всей этой божественной помощи? А через неделю, в следующее воскресенье, мы будем праздновать неделю всех святых в земле российской, пресеявшей, всех наших духовных старших братьев и сестер по крови. Ну а других поместных церков, грузинской, болгарской, будут праздновать своих национальных святых. Это как бы продолжение той радости, того богословия святости, который Церковь раскрывает нам в сегодняшнем святом богослужении. А кто же эти святые? Ну помимо наших собственных святых, в честь которых мы все были наименованы, крещены, Мы празднуем, мы буквально всех, начиная с Ветхого Завета, прародителей наших, патриархов, праматерей, младенцев, убиенных в Ефрееме в день рождения Спасителя, Иоанна Крестителя, Всех мужчин, женщин, стариков, младенцев невинных, всех убиенных и подвязавшихся Христа ради до наших дней. И мы знаем, что святость не иссякла до наших дней. У нас есть пример святителя Иоанна Шанхайского. Кстати, в следующее воскресенье, Бог даст, я буду молиться у раки мощей святителя Иоанна. Мы туда с матушкой отправляемся на празднование 50-летия его светлого представления. В 1966 году он скончался. Буду всех вас поминать, весь наш приход. И, конечно, мы знаем, что есть другие святые, Паисий, Святогорский, недавно скончавшийся. И живут, ходят по нашей грешной земле другие подвижники, о которых просто нам неведомо. Если взять церковный календарь и раскрыть на любой день, вы увидите целый огромный список святых, которые празднуются каждый день. И то, что мы видим в календаре церковном, это лишь слабая тень тех святых, которые на самом деле есть. Святые – это преображенное человечество, которые подвязались подвигом добрым, победили. Которые исполнили веткозаветные заповеди, которые исполнили множество и большинство заповедей блаженств, которые Господь дал нам в Своей Нагорной проповеди. Для современного сознания святость иногда представляется как нечто отдаленное, слабо понимаемое, отвлеченное. Но надо помнить, дорогие братья и сестры, что святые – это не только те, кто надевали на себя вериги, делали только добрые дела, были совершенно лишены всяких искушений, грехов. Нет, святые – тоже такие же грешные люди, просто они меньше нас грешили и действительно больше добрых дел делали. Но святость в библейском, в евангельском понимании гораздо глубже, чем вот эти внешние признаки. Ведь каждый из нас в каком-то смысле свят в силу того, что мы создание Божие и несем образ Божий. Почему в конце службы, когда предстоятель возносит слегка святой Агнец, бывший хлеб, ставший телом Христовым, что он говорит? Он говорит «святая святым». То есть, кого же мы будем причащать, если все что ли ангелы спустятся с неба? Мы их будем причащать? Нет, мы причащаемся. И это возглас напоминает нам о том, что мы крещены. То есть, мы с вами в день крещения вошли в земное Царство Небесное. Ведь когда мы начинаем Божественную Литергию, что мы говорим? Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. Всякий раз, когда мы приходим в Церковь, дорогие братья и сестры, мы входим в небо на земле. Как говорил Иоанн Кронштадтский про земной храм. Это небо на земле. Мы входим в Царство Божие. И мы становимся участниками этого Царства в силу своего крещения и в силу своего участия в таинственной жизни Церкви. Мы призваны к этому. Мы не должны об этом забывать, дорогие братья и сестры. Мы боремся с грехами, так же, как боролись святые. И, может быть, мы слабее боремся. Мы должны более усердно этим заниматься. И, в конце концов, надеяться на то, что по молитвам святых, которые смотрят на нас, печалуются о нас, надеются, молят Господа о том, чтобы дать нам силы, как Он давал им силы, добиться Царства Небесного. Так что будем, дорогие братья и сестры, помнить о своем высоком предназначении, о своем высоком призвании быть совершенными, как Отец наш Небесный Совершен есть. Вот к чему нас призывает Господь Иисус Христос – быть совершенными. не ограничивать себя тем, что вот мы иногда считаем, что недостаточно сил бороться, что я могу отложить дело своего спасения на потом. Нет, нельзя на потом откладывать. Сейчас лето, многие отдыхают, но даже отдыхая, уезжая в отпуск, душу-то мою с собой берем в отпуск. Там же также должны бороться за свое спасение, ежедневно. Так что не будем об этом забывать, дорогие братья и сестры, и молить всех святых, чтобы они вдохновляли нас быть хоть немножко такими, какими они стали в период своей земной жизни. Аминь. Благословение Господне на вас, чтобы благодатью человеколюбием всегда на Иисусе и на Иисусе. Аминь. Аминь.